Продолжение следует... Я так понимаю, что вы представитель московского, как теперь говорят, фан-клуба Песняров? Официально зарегистрировано в московского клуба друзей ансамбля Песняры. И давно вы с ними дружите? Официально мы зарегистрированы год как? Ну, в общем-то, 28 лет уже так нервничаю, трепетно отношусь к его усам. И очень такие меня всегда удивляли его глаза. Молодые, живые глаза. И теперь мне посчастливилось познакомиться лично с ним. За 28 лет вы ни разу не решились подойти к нему и сказать здравствуйте? Нет, я пыталась использовать какие-то знакомства, просто чтобы меня знакомили, подошли. Меня всегда бросало в краску, я так-то и говорю, все, спасибо, больше мне ничего не надо. То есть я просто боялась этого человека. Ну, как вот, ну и... Ну, будем считать, что сегодня ваш звездный час. Да, дебют, я думаю, что... Так вот подарок, покажите, не прячьте. Это 25-летней давности такое вот сумасшествие, такое юношеское было, когда от первого диска я срезала, обезглавила Владимира Георгиевича, пристроила на такой медальончик. И носили при себе? Нет, я не носила при себе, не такого, как говорится, уж совсем дошла, но просто был у меня... Я сходила нормально с ума, да, не так больно. Это просто у меня было вот хотелось, вот как бы вот он для меня был, ну, какой-то вот религией, наверное. Вот касаемо этого года, который сейчас в передаче идет, у меня вот такая появилась первая афишка, которая дала начало моему коллекционируем всех документов, фотографий, все, что связано с песнярами. Вот такое написано, маленький такой вот, 72-й год песняры. Понятно. Ну, так подойдите и подарите. Пожалуйста. Так, говорите. Я считаю, что вот это творчество ансамбля песняры, в данном случае Владимира Григорьевича, подтолкнуло на то, что вся моя семья, бабушка, у нее был свой поклонник в песнярах, мама, у нее был свой поклонник в песнярах, ну, мой-то, естественно, видно, какой был поклонник. И сейчас у меня двое... Скорее, кумир, я так понимаю, нежели поклонниками были вы. Там даже больше, там божество было, наверное, так. И сейчас даже дети присутствуют здесь в студии, они тоже поклонники ярых песняров. И все песни знают наизусть, и поэтому мы все влюблены и довольны тем, что существует такой ансамбль, такой добрейший человек, талантливейший. Дети здесь? Ребята, встаньте, покажитесь, ребятишки. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и стоило жить и работать, стоило, согласитесь, а, Володь, да? Конечно. Хорошая история, хорошая. Я, ей-богу, тоже не в курсе дела, и мне самому приятно слушать. Я за вас радуюсь. Спасибо. Боря, стоп, 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 снимочек сделал. Прекрасно. Спасибо. Так, мы присутствовали, потому как сбылась мечта, а это всегда волнует и трогает. Ну что ж, давайте, давайте заканчиваем наш сюжет так, как мы договаривались. Где нет ни дорог, ни селений, машины не ходят сюда, бредут спотыгаясь олени. Я знаю, меня ты не ждешь. Я хочу познакомить вас с Геннадьем Владимировичем Молчановым, представителем Московского центра по правам человека, исполнившим нам песню «Ванинский порт». Вы сами-то видели «Ванинский порт»? Я сидел там последний срок, я был в Ванинском порту, я его строил. Шли этапы, большие этапы, очень много людей. То есть это пересылочный пункт? Да, сотни тысяч людей везли на Колыму. И последнее, что они видели на большой земле, это Ванинский порт, где была большая пересыльная тюрьма, в которой было очень много людей, которые вот ожидали пароходов, вот этих пароходов туда, на Колыму. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале кто-то, кто хотел бы добавить что-либо? Ольга Григорьевна Шатуновская рассказывала мне, она была на таком пароходе в 1937 году. Откачки не обнявшись сидели, а мертвые перекатывали через живых в блевотине и в испражнениях. И так их везли несколько суток. Значительная часть по дороге околевала. Она одна набралась мужества выбраться под снежный ветер на палугу в легком осеннем пальто. И там спряталось среди какого-то оборудования, чтобы я надзор не заметил. Ну, особенно на пароходе не сидели, не убежишь. Там внизу было смертельно находиться. Я так понимаю, что через Ванинский порт отправляли людей в свое время и на золотые прииски в том числе? Ну, конечно. Там много чего добывали. Там добывали на Колыме олово, там и золото, естественно. Понятно. Спасибо, Геннадий Владимирович. Всем известно, что на Колыме на приисках бывали не только зэки. Бывали и так называемые бичи в свое время. И были добровольцы. Комсомольцы, добровольцы. Кстати, 72-й год еще знаменателен тем, что тогда в Магаданской области начало развиваться новое направление в разведке и добыче золота. Поиск так называемых коренных месторождений. Яна, пожалуйста. Я так понимаю, что Виктора Федоровича Логинова в зале нет? Есть. Есть. Ой, я безумно рада. Значит, меня просто ввели в заблуждение. Я вас очень прошу, поднимитесь ко мне на сцену, потому что меня Гриша, видите, оставил делать пирожки. Так что мы будем с вами печь пирожки и разговаривать. Здравствуйте. Хочу вам представить Логинова Виктора Федоровича, который работал в 70-е годы первым заместителем министра геологии СССР. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я вам руки не подаю, потому что уже просто вся в муке. Я прошу прощения. У нас в зале должен быть Владимир Павлович Поливанов. Он председатель совета директоров компании драгоценных металлов «Полигор». Пожалуйста, на сцену. Я думаю, что вы очень много сможете рассказать полезного. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Давайте какую-нибудь работу. Я сейчас... Владимир Павлович. А вы можете, да? А принесите мне, пожалуйста, еще яичко из холодильника. Значит, Владимир Павлович, расскажите, как вы попали на Колыму? Я вернулся. Я вернулся. Здравствуйте. Я добыл, в общем, золото, которое тоже не так просто было добыть в 72-м году. Это, я думаю, помните. И поэтому, чтобы праздник сделать общим, апельсины 72-го года в зал. Скажите, пожалуйста, а как вы провели свое детство? Вот чем вы играли в детстве, например? То, что мне запомнилось из детства, это папа как-то вечером принес мешочек с золотом, с золотыми слитками. И мама растерила большую... Добрый папа принес немного золота в семью. Чудно. И я играла этими слитками. На следующий день я всем с гордостью рассказывала, как вчера папа приносил золото, я им играла. Вот это самое яркое впечатление. На следующий день к вам милиция не приехала? Нет. Милиции не было. Маленький комментарий. И вот здесь Виктор Федорович абсолютно прав. У нас был не то, что миллиграмм украшен, кодекс чести. Если бы я, не дай бог, у меня даже такая мысль вкралась, что я могу присвоить хотя бы миллиграмм золота, это как вот офицерский кодекс чести, я, в принципе, был бы изгоем на всю оставшуюся жизнь в семье геологов, мне бы никто руки не подал. У вас золота, случайно, с собой нет, кстати говоря? Увы, увы. Нет, знаете, есть у вас с собой золото, я чувствую. Есть. Давайте снимемся. Света, иди сюда. Был совершенно потрясающий случай. Это был комбинат твердых сплавов. Мне сказали, там Валентина Николаевна будет, вот она сказала, что она отложит свой день рождения, потому что она ждет Алешу, а он в армии. И через пур этого Алешу все-таки взяли на три дня. И вот я еду, а где Алеша? А сейчас его привезут. Я говорю, а где он? А он в одной квартире, он заперт, телефон, значит, сняли, чтобы он матери не позвонил, что он должен встретиться. Я говорю, какой ужас, а где он? А он говорит, сейчас в гримёрный. Мы его туда послали, в гримёрный сидит, закрыли, дали ему телевизор и сказали, по нужде стучись. Я думаю, не пойду я туда. Ну не пойду, это же стыдоба. Человек уже двое суток в Москве, маму не видел, и мы его запираем. И пришлось мне открыть дверь. Открываю я дверь, стоит высокий, худенький, с усиками, красивый парень. И если вы помните, я чуть ли не пузом, ползая словесно, сказала, Лёшенька, солнышко моё, да ради Бога, простите вы нас, пожалуйста, за то, что вы двое суток не могли увидеть маму, а сидите здесь. И вы знаете, что сказал мне этот замечательный человек? Он мне сказал, Валентина Михайловна, как же вам не стыдно? Ну думала ли я когда-нибудь, что о моей маме будут рассказывать на весь Советский Союз? Сказали? Валентина Михайловна. Было такое. Валентина Михайловна, я люблю всё. Ну вы посмотрели направо от себя, а вам надо было ещё и посмотреть налево от себя, пожалуйста. Все мы вас любим очень. А я вас всех люблю и не забываю, не забуду никогда. Спасибо. Спасибо.